Дверь будет, да. И спонсоры. Услышав это все, скажу, вот, господин Башнин, вот мы хотели бы в парму уложить. Пока сидим три, пропущем. То есть, в принципе, да, а Башнин говорит, нет, у меня уже очередь и спонсоров, я, тем подряд, не могу. То есть, это поход, да, или? Ну, это просто футболисты, они, да, рисовки, надо. Честно. Я, да, да. Мы не хотим плакать, да, и не хотим кричать о том, что у нас все плохо. О том, что у нас плохо, он и так знает. Мы хотим, чтобы эта проблема была занесена, что руководство края не в лице председателя правительства, там, или губернатора, они об этом знают. Мы хотим также, чтобы все знали, в том числе, еще раз говорю, в первую очередь, депутатский корпус. Что творится в нашем профессиональном спорте? Если кто-то после вашей передачи из депутатов позвонит мне и скажет, покажите мне там документацию, я могу посмотреть, я скажу. Я всегда рад. Я покажу, сколько получают игроки, я покажу, сколько тратится денег и куда. Потому что, когда, ну, опять же, про себя скажу, что-то вечер на волоктеру сегодня уже. Волоктеров. Да, действительно, одновременный микрофон, я буду рад. Да, когда они узнают о бюджете, сколько у вас бюджет? Я говорю, озвучиваю сумму, ну, чуть меньше 50 миллионов. Как? Как вы живете? Так и хочется сказать. Так. Вот и живем. По возможности так. Цензурно, да? Так и живем. То есть все, все все понимают, все понимают. Почему в этой ситуации вас, по большому счету, да, уважаемые журналисты, не интересуют вопросов чисто нашей профессиональной жизни? Мы готовы, мы открытый диалог. Скажите, пожалуйста, на каком основании Амкар сегодня занимает это место за бюджетом самым последним в крае? Ну, так, оба стране, да, еще да, я как-то в крае, да, в крае. За счет чего сегодня Амкар находится в зоне лидеров европейских сегодня? А бюджет у него, возьмите и сравните, это ведь не военная тайна. То же самое есть повышение в классе у парня. Есть участие в Евролиге, в Лиге чемпионов у наборного клуба «Пермские медведи». Есть наш уральский вид спорта «Шайба», без которой, ну, в принципе, невозможно представить нашу регион. Есть девочки-футболисты. Мы же можем написать о том, что вы проиграли в финале. А попасть в финал Лиги чемпионов, это не передать словами. У нас вообще были в истории нашего отечественного Пермского края уже, да, ситуации, когда кто-то был в Лиге чемпионов. У нас, кроме Лиги, никто не был. Так это же песня, которую надо просто рассказать по всей стране. И это не претензия в Варшаве, это просьба отнестись к нашим проблемам внимательнее. У вас, у журналистов, ситуация такая, вы можете позвонить, когда что-нибудь случилось такое. Мы не против ответить на этот вопрос. Но не надо мне звонить и говорить. Вы всеми счастливы, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что Парма выиграла Кубок России? Как я должен относиться к тому, что Парма выиграла чемпионат России? То есть, я хочу сказать, вы не очень умный человек, ну тогда, чтобы не сказать больше, да? По той простой причине, что я горжусь, что Парма выиграла Кубок России. Когда начинается вопрос. Наконец же без ЦСКА играть. Я хотел сказать, во-первых, да, это кухня Федерации Баскетбола России. И там правила, по которому играют только российские, правильно? Правильно, молодец я, да. Где играют только российские спортсмены. Так вы ситуацию-то разверните. Вы скажите, что ЦСКА испугало сюда приехать без легионеров. Потому что все лучшие живут в России, в Перми. И они доказали, и Кубок взяли. Это так, слово. Уже готовы не рассказать об успехах сегодняшнего Анкара, о проблемах, успехах молодых. Вот вам надо, мы сегодня просим вас, помочь нам донести это все до людей, которые принимают решение. Все, больше не будем. Отключите микрофон.